Ну что же, сейчас в нашей студии девушка, которая обычно задает вопросы, и теперь пришел задать вопросы ей. В студии кастинг-директор Настя Старкова. Доброе утро, пожалуйста, приходи присаживаться. Итак, Настя, почему я не прошел кастинг последним, в котором сидели вы? Вот сразу вот так вот. Сходу? Да, ну Юра, на самом деле, честно скажу, ты был великолепен, вот серьезно. Ну, на мой взгляд, я серьезно говорю. Но утверждает у нас заказчик, режиссер, поэтому ну что-то там не сошлось. Не всегда могу ответить. Я смотрю рекламу и понимаю, что абсолютно мой типаж парень, он абсолютно неизвестный в этой рекламе. Но он ля-ля-ля-ля, ходит такой пау-пау-пау. На все, что я всегда, и всегда вот заказчик хочет, например, медийных ребят снимать. Ну, это уже внутренние процессы, я не всегда могу ответить. А как ты ищешь людей? Автобусы, метро, либо все-таки сейчас это просто рассылка по социальной сети? Да, как происходит, и вот белорусская реклама, лица какие нужны? Ну, рассылку я вообще абсолютно не люблю. Ну, у меня уже есть определенный опыт. Скажем так, не маленький, особенно для Беларуси. И поэтому я знаю очень большое количество людей. Я работаю практически со всеми нашими актерами, ведущими, моделями. Охват очень большой. Но, конечно, когда нужны новые лица в основном, мы прибегаем к социальным сетям, потому что, ну, это сейчас без этого, ну, вообще абсолютно никак. Но, конечно же, если я еду где-то в метро и вижу классного человека, конечно же, я... Классный человек. Что под этим подразумевается? Какой типаж сейчас? Да, какой типаж? Самый популярный типаж сейчас в рекламе. Что ищут? Ну, вот на сегодняшний день я могу сказать, что мы уже как-то отходим от таких стандартных улыбашек, рекламных, с правильными чертами лица. На самом деле сейчас часто мы снимаем ребят с короткими стрижками девушек, например. Яркие волосы, тату. Вот это сейчас на самом деле более востребовано даже в классической рекламе. Мужчина 30-35 лет с легкой небритостью, да? А мужчины востребованы всегда. Вот мужчины уже, там, от 30 лет, которые хороши с собой, они были востребованы и всегда востребованы. Прямо нехватка мужских типажей? Серьезно, да, конечно. Обладельки или брюнетки? Девушки по-разному. В режиме сейчас, мне кажется, нет? Тоже, опять же, по-разному. Все зацепляют его тоже, да? Ну, на самом деле, по-разному зависит от задачи. Здесь очень сложно отвечать на вопросы как-то конкретно, потому что каждый проект – это отдельная вселенная. Самый сложный типаж, который тебе нужно было найти, самый сложный кастинг? О, ну, на самом деле, как-то сейчас я пришла к тому, что суперсложных задач для меня не бывает. Например, сейчас у меня кастинг младенцев, это маленькие дети. Как проходит кастинг младенцев? Ой, это очень интересный процесс. Это сложно. В основном это реклама детского питания. И поэтому его нужно покормить, либо ее нужно покормить, да? Ну, это такой, я это называю процесс. То есть он как бы не совсем творческий, как на кастингах со взрослыми людьми. То есть привозят ребенка, приносят, привозят, не знаю, у кого как, сажают стульчик для кормления, кормят, мы это снимаем. Задача какая? Не заплакать, не отворачиваться, есть с удовольствием. Самый взрослый актер, который у тебя снимался? Как бы тоже такой возраст, еще лет 70, актеры снимаются. Опять же, зависит от самого человека. Это, как правило, активные люди, которые там еще могут где-то и в театре работать, какие-то роли играть. Ну, таких там сверхлюдей, столетних актеров нет. Настя, а расскажи какой-нибудь интересный случай. Понятно, что актера можно найти, позвонить в театр, посмотреть базу определенную. Но были ли такие случаи, что ты шла по улице, шел просто человек, который, ну, водопроводчик, да? И ты поняла, что вот этот типаж. Были такие? Наверное, нет. Нет, то есть все, в принципе, нормально. Все снимают своих друзей, это нормально, это классик. Можно я буду твоей подругой? Настя, ну и в конце хочется просто твой совет тем ребятам, которые хотят сниматься в рекламе, что им нужно и что нужно у них. Ну, здесь важно что понять? Мы говорим о ребятах, которые имеют уже какой-то опыт? Нет, мы говорим просто вообще без опыта, да. Нужно вообще собрать информацию для начала, вообще понять свой какой-то образ, то есть кто ты, что ты можешь из себя представлять. Вообще, конечно, мне кажется, самое важное это сходить куда-то на съемки в ту же групповку, массовку, просто посмотреть, как они проходят. Потому что когда человек, допустим, после кастинга его утвердили, он окажется на съемочной площадке, но он будет немножко в шоке, это факт. И, ну, такой еще от меня вообще совет, если вы уже пришли на кастинг, не суетитесь, не вот не создавайте вот эту суету, это все. Но это сразу ты видишь, что человек нервничает. То есть если вы что-то не понимаете, например, очень интересно, люди не знают, что такое профиль, три четверти, как они начинают кружить и, ну, то есть это сразу вот как-то вот так вот. А если опытный? Если опытный, то участвуйте в тех проектах, куда вы потенциально можете подойти. Либо нужно уточнить у кастинга-директора. Кажется, это так просто. Уточните у кастинга-директора, подхожу ли я на этот проект. Какой типаж еще, да? Но мало кто, то есть люди пытаются пробиться, я буду участвовать, я хочу участвовать. Стучитесь, дверь вам откроет. А на самом деле, ну, все же кажется, что там кастинг-директора, они такие строгие, да. Но все равно сказать человеку нет, это как-то всегда не хочется. На самом деле, достаточно просто сказать, мы вам перезвоним. Это включайте на Беларусь 2. Сегодня у нас в гостях была кастинг-директор Анастасия Старкова. Хорошего дня. Пока.